МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня как раз тот случай, когда мужчины сидят, а женщины работают. Я хотел бы в свою очередь добавить, что, Майя, не волнуйся, мы, не только я, Евгений, весь зал сегодня, все гости, все участники, эксперты будут тебе помогать. Отлично. Мы начинаем. Это итоговый выпуск ток-шоу «Выход есть». Здравствуйте. Чего здесь только не происходило. В нашей студии разыгрывались настоящие драмы. Брат шел против брата, дети нападали на родителей, разваливались семьи после долгих лет брака. Нам на самом деле есть что вспомнить. Самое главное, что сегодня в студии появятся те гости, тех нашумершек программ, и мы сегодня узнаем, как же сложилась их судьба после наших шоу. История, о которой сейчас пойдет речь, особенно взбудоражила зрителей. После эфира было очень много звонков. Все хотели знать, чем же она закончилась. Сейчас я говорю о нашей героине Айнур. Из мартовского выпуска ее семья была на грани распада и за молодой любовницей мужа. Предлагаю взглянуть на экран и вспомнить, как разлучница оправдывала то, что она увела чужого супруга. Ну расскажите, почему вы пошли на этот шаг? Я считаю, это нормальные отношения. Я люблю этого человека. У нас все хорошо. И я, в принципе, не виновата в том, что он оказался обеспеченным мужчиной. Насколько он лет старше вас? Ему около 50. А вам? Я 89-го года, мне 23. И вы влюбились искренне в этого человека? То есть вы спокойно относитесь к тому, что в это время он находится со своей бэби-щей. Она у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете о том, что у вашего супруга есть? Да, она позвонила. Это какой-то кошмар. Прийти сюда и заявить, что он отукал. Кто это ей дал право? Он ей в отцы годится. Это совести у нее нет. Айнур сегодня в нашей студии. Давайте поприветствуем ее своими аплодисментами. Здравствуйте, Айнур. Наверняка тяжело видеть эти кадры и вспоминать то, что происходило. Да, тяжело, конечно, вспоминать. Я говорю, что это сон, но тяжело, конечно. Ваш супруг все-таки ушел к той женщине? Да, тогда удержать его было бесполезно и не в моих правилах. Как вы это переживали? Ну, я ушла в работу. Как вы помните, у нас был общий бизнес. Многие клиенты остались со мной. Бизнес начал расти. И мне на тот момент помогали, конечно, близкие дети, коллеги, подруги. Вы знаете, на самом деле Айнур сейчас выглядит совершенно по-другому. Тогда была такая неуверенная себе, испуганная, отчаявшаяся женщина. А сейчас вы прекрасно держитесь. Давайте еще раз ей поаплодируем. И посмотрим еще один эпизод из того выпуска. Я есть, была и буду любимой женщиной. Она еще хочет ровнить, безумовестная такая. Ты что ко мне лезешь? Ты что ко мне лезешь? Еще родить хочет. Он меня любит, смирись с этим уже. Да кто тебе сказал, что тебе? Я единственная его жена. А вот после той программы что супруг сказал вам? Какая-то реакция была у него? Нет, я его отпустила, он ушел. У них отношения не сложились, они в итоге расстались. Даже так? Да, в начале осени он позвонил ко мне. Мы встретились, он увидел красивую, сильную, успешную женщину. А перед сильной женщиной кто стоит? Какой мужчина? Действительно. А почему расстались ваш супруг и вот эта вот юная девушка? Как я говорила, мой бизнес начал процветать, многие клиенты остались со мной, а он остался ни с чем. У него появились финансовые проблемы, очень крупные. И он должен был заложить квартиру, взять кредит, чтобы его бизнес хотя бы остался на плаву. Квартиру вашу? Нет, которую он подарил. А, понятно. Кстати, и та квартира тоже фигурировала в нашей программе. Давайте посмотрим, как Токал с гордостью ее всем демонстрировала. Внимание на экран. Вот та самая квартира. Девушка рассказывает и показывает, что это очень дорогая квартира и откровенно говорит о том, что эту квартиру подарил ей супруг Айнуры. Так пришлось заложить эту квартиру? Нет, он хотел, конечно, заложить квартиру, взять кредит, но она не дала свои согласия. А через месяц буквально они расстались, потому что не было ни дорогих подарков, ни роскошного отдыха. То есть она не получила то, на что рассчитывала? Да, ее любовь к моему мужу подпитывалась деньгами. А он это понял? Конечно, он осознал. Он пришел, объяснил, просил прощения. И вы его простили? Да, конечно, потому что дети хотели видеть отца. А если счастливы дети, то любая женщина счастлива. Вы сделали абсолютно правильно. Надо отпускать. Бегать ни в коем случае нельзя. Это только усугубляет ситуацию. Человеку тогда становится, ну, он не хочет с вами разговаривать. А когда он не видит, как его хотят вернуть обратно, тогда он сам после этого хочет. У нас в студии еще один психолог Мира Дозбекова. Здравствуйте. Давайте ее поприветствуем. Мира, очень интересно узнать, а вот в большинстве случаев мужчины все-таки остаются со своей супругой или уходят к молодой жене? В большинстве случаев как раз-таки эффект возвращения, он существует. Потому что любой мужчина, он попробовав, узнав, он все равно стремится в свой прежний, привычный ему круг, в свой мир. А когда женщина прощает, это правильно? А когда женщина прощает, она прощает в первую очередь себя, свои мысли, свое внутреннее, вот это вот то, что было вызвано, недовольство, вот эту обиду. Она отпускает, она освобождается, очищается и становится более прекрасной. То есть можно сказать, когда женщина прощает, отпускает, она его любит на самом деле? Она на самом деле с ним прошла много, она его понимает как никто. В браке мужчина и женщина друг друга все-таки они и питают, и вместе растут. И в таком браке, как у Айнур, когда бизнес, общее дело и так далее, дети, много лет брака, это действительно видно. Потому что это усилие женщины, когда успешен мужчина. А как же тогда вот такие расхожие выражения о том, что в одну реку дважды не войдешь, не наступать на одни и те же грабли? Человек, предавший единожды, он, естественно, возможно и будет. То есть, в принципе, она вот этим самым своим прощением не только воссоздает семью, но опять-таки попадает в зону риска. Мне кажется, в ситуации Айнур, здесь, когда она его простила, она его просто поняла как человека. Но сейчас она знает, на что она способна без мужа, поэтому она уверена. У нас в студии известный певец Ерлан Кукеев, давайте его поприветствуем. Ерлан, может быть, вы нам ответите, почему мужчины так часто, добившись успеха, оставляют своих жен, с которыми они прожили многие годы, и уходят к молодым любовницам, а как только становится им тяжело, они возвращаются назад. Чему слабые-то такие мужчины? Я бы, наверное, скорее всего, переоценил именно эту ситуацию здесь и сейчас, когда мы находимся и видим перед нами такую замечательную, красивую королеву Айнур, да? А на этот счет у меня есть такая басня, которую я сочинил недавно сам. Ну-ка, поделитесь. Пешка решился на такалку. Жене сказал, поехал на рыбалку, взял удочки, крючки и снасти, надеялся, что попадет он в масти. А нынче клево не бывает, все молодухи жестко прибивают. Без рав 4 ты не подъезжай, ты мимо-мимо проезжай. Мораль той басни такова. Если ты по жизни пешка, живи и радуйся с татешкой. Молодец, умница Айнура. Я приветствую таких женщин, которые самодостаточные стали, уверенные в себе. Раз вы себя полюбили, все окружающие вас тоже полюбят, я думаю. И ваш муж приполз к вам, к вашим ногам. Значит, у вас была любовь очень глубокая и сильная, да? Вы ему все простили. Женщины, сильный народ, они умеют многое простить мужчине, да? Айнура, что ж, мы вас... Присоединяемся ко всем словам, которые только что здесь прозвучали. Вы действительно сильная женщина. И очень хочется, чтобы ваш брак был крепким, был стабильным. И чтобы никогда больше вы не лили своих слез из-за предательства. История Айнур вызвала огромный общественный резонанс среди нашей аудитории. Но страсти на этой площадке разгорались по самым разным поводам. Не обязательно причиной становились семейные драмы. Люди готовы были вступить в рукопашную из-за обидно сказанного слова, мелких бытовых неурядиц, несовпадения мнений, а порой даже сами не понимали, почему. Некоторые конфликты выходили за пределы нашей съемочной площадки. Спокойно, спокойно. Пап, пять на место. Девочки. Папа, пошла. Вот это было вообще, конечно, нечто. Пап, пять на место. Пойдемте. Стоп, 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 стоп. Все, давайте прибьем к съемочке. Подожди. Нет, я должна у него спросить. Спокойно, спокойно, спокойно. Больше всего мы переживали, как коллеги, за тебя. Потому что здесь такие побоище происходили, что после которых нам тут приходилось декорации собирать. На самом деле, действительно, я тогда очень сильно испугалась. Женя, ты помнишь ту историю, когда ты разнимал здесь девушек кое-каких? Конечно, помню. Такое забыть очень сложно. На самом деле, в своей жизни я имел такую глупость разнимать женщин. В драке это было в моей юности. Давайте еще раз посмотрим, о чем идет речь. Помнит у них на работе. Подожди, подожди. Сядь на место. Девочки, 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 иди на место. Стоп, 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 стоп. Вот так вот Женя буквально брудил. Вся проблема в том, что когда ты разнимаешь женщин, когда мужчина разнимает женщин, то эти два противника, они объединяются в одну свою силу, и ты становишься их противником. Они забывают на какой-то промежуток времени, что они друг друга ненавидят, они ненавидят тебя, и это иногда очень плачевно кончается. Кстати, эти девочки, которые тогда так рьяно выясняли отношения, сегодня пришли к нам в студию. Вот они. Ваши аплодисменты. Айсулу, в нашей программе мы решали тогда ваш конфликт со служивицей. Вы рассказывали, что она даже как-то на корпоративе порвала вам юбку. Все это было, да. Тогда было, знаете, так тяжело. Мы договорились с тобой. Наверное, это была черная полоса в моей жизни. Но сейчас я вспоминаю это, конечно, с улыбкой, но тогда мне не до улыбки было. Вы остались, работаете в том месте? Я устроилась в другое место, там перспектив побольше. Вам нравится на новом месте? Да, очень нравится. Айсулу, скажите, ну на этом конфликт вообще не закончился, я имею в виду на самой программе. Знаете, после, вот здесь Ерлан Кукеев сейчас сидит, вот его комментарий тогда был. Противоположности притягиваются. Ну, конечно, мы сейчас не лучшие подруги, но мы сейчас общаемся. У меня другой вопрос. Как вы парня распилили? Я за ней. Вообще, то, что вы упомянули сейчас в вашем решении, в вашей проблемы Ерлана Кукеева, не случайно. Он жизненный психолог, который знает ситуацию не понаслышке, не по книгам. Кстати, давайте сейчас посмотрим, что Ерлан тогда сказал на этой программе. Внимание на экран. Ну, говорите, Ерлан. Программа называется «Выход есть». И на самом деле в этой ситуации выход тоже есть, и он однозначный. Очень просто. Этим девочкам нужно подружиться. Вот и все. А это да. Когда они подружатся, да, вот так вот. Они станут не разлеивать воду. Они будут не разлеивать воду, и появится некий баланс между ними. Кто-то поднимется, кто-то опустится. И будет вот так шикарно. Ерлан, я не смогу. Философия дзен. Да я не собираюсь. Что тут? Почему вы переосмыслили вот эту ситуацию? Что изменилось? Вы только что говорили «Ага, сейчас». Знаете, я ее вообще так ненавидела. Но я не скажу, что я сейчас. На самом деле, да, Айлана совершенно себя не контролировала и не ограничивала в выражениях. Как меня вывели из себя, знаете. А чтобы вам было еще более стыдно, давайте еще раз посмотрим, как вы себя вели на той программе. Внимание. Это очень ужасно. В эти тупые игры. Да, да. То, что она меня тупает, потому что ты в такие игры играешь. Айлана, простите, вам не все равно, Айлана. Посмотрите на нее, как она одета. Вы ее не заметили, парикет, в чем она пришла? Айлана, дело каждое. Потому что вы мужчина, да, вы в бегу очередь смотрите, да, визуально, понимаете, у вас контакт. И все. После этой программы люди просто начали у меня брать совет и подходили, и меня интересовались. Да вы что? Вот у меня такая жизненная ситуация. Пожалуйста, обоснуй, как нам. Вы снискали славу психолога, я смотрю. Я говорю, жизненный психолог. Видимо, пришлось в жизни столько всего пережить, что я начал давать советы после вашей программы. Да вы у нас уже действительно как четвертый ведущий программы. В этом случае вам нужно бить морду, в этом случае вам нужно убегать. Вот, собственно говоря, что я и делаю. Прекратный выход. Подскажет Айлана Катенов. Айлана, скажите, пожалуйста, вы по-прежнему работаете на том же месте? Да, я как бы не срываюсь. А кто пришел на место Айсулу? О, это история. Да вы что? Расскажите, поделитесь. Расскажи. Я не хочу, как бы, там еще хуже Айсулу. Хуже меня еще. Там еще такая стерва, наверное, хуже, чем я, наверное, да? Ага. Ну, нам там... Не доводите до греха, я вам честно. То есть, Адамики, я стерва не была. Самокритичный взгляд, конечно. Все познается из-за мнений. Фильм у вас остался тоже, только поменяли декорации, да? Людей поменяли. Героев поменяли. Героев поменяли, а сценарий остался тоже. Там еще похлеще. Можно я добавлю? Девочки очень изменились. Я хочу сказать, что вы еще будете очень лучшими подругами, я так думаю. Потому что ваша ситуация, она была нужна вам обеим. Что касается того, что мы, когда что-то не принимаем на работе, то, естественно, если мы что-то не принимаем, нам еще хуже попадается ситуация. Жень, насколько я смотрю впереди. Даже в одежде у них, посмотрите, черное и белое. И юбочки коротенькие, и волосы распущенные. Вот это мне очень приятно, то, что изменения не позитивные. Жень, насколько я помню, тогда конфликт был все-таки не вокруг внешнего вида, а вокруг молодого человека. Конечно, из-за мужчины. Все было из-за мужчины, на самом деле. А что сейчас с этим мужчиной? Он жив. Жив, жив. Вы сказали, что вы отдали его. Никто его не съел, никто его не делил. С кем он? Он со мной. А после этой программы, получается, я начала на него как-то серьезно обращать внимание. А почему именно после нашей программы? Ну, до этого я не... То есть его ценность возросла, да, в связи с баталиями, развернувшимися на нашей программе? Возможно, не отрицаю. Не отрицаю. Ну, знаете, просто до этого я как бы... Ну, близкие люди. Я его воспринимала вот так вот. А после этой программы он признался мне, появилась симпатия друг к другу. Вот, сейчас теперь вместе. Айлана, а вы как отпустили, я не знаю, отдали вот этого молодого человека? Не было обидно? Ну, было, конечно, я же тоже человек. Как вы это перебороли себе? После того, как здесь, да, перед всей аудиторией, да, раскрыли, все звонили, подходили, говорили, что он как бы мне не подходит. Там разные мнения были. Я просто сама тоже. То есть были зрители, которые вас поддерживали? Были, да. Но те, которые знают меня и знают Айслу, и знают Кайрату. И еще раз, чтобы были вот очевидны и видны эти изменения, давайте еще раз посмотрим на экран и посмотрим, как тогда выглядели эти девочки. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Понимаете, я говорю, не с нашего отдела. При чем ты там? Пойдемте. Я тоже могу занять. Все убито, все видели. Что видели? Как? Все наши сотрудники было заняты, что ты за ним заняты. Тише, 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 тише. Вы что, вы что? Присаживайте. Евгений тут выступал, ну просто настоящим мужчиной, настоящим рыцарем. Я рекомендую поаплодировать этому мужчине. Рыцарь Евгений, молодец. Не допустил тогда кровопролитие на площадке. Это был просто инстинкт самосохранения, не более того. Мира, скажите, пожалуйста, неужели действительно какие-то такие потрясения должен человек пережить, чтобы измениться вот таким кардинальным образом? Вы видите, действительно, Айлана, это совсем другой человек перед нами сидит. Стресс, конечно, не всегда, он бывает вот таким вот. Но здесь ситуация была такая особая, потому что девочки уже были на пике, абсолютном пике агрессии. Что Айсулу, что Айлана. И вот когда у них вот этот выброс произошел, они стали по-другому. Они успокоились, да? Куда надо было идти? Стали более смотреть на это немножко со стороны. И я хочу сказать, что у вас вся жизнь впереди. И вы действительно еще, мне кажется, будете лучшими подругами, будете всегда с улыбкой вспоминать. Удачи вам, девочки. Удачи. Не ссорьтесь. А сейчас короткая реклама на нашем канале. Не переключайтесь, будем вместе следить за переменами в судьбах героев нашей программы. Это «Выход есть» на седьмом канале. Вы смотрите итоговый выпуск ток-шоу «Выход есть». В нашей программе люди не только мирятся и решают свои личные проблемы, но и реализовывают свои профессиональные амбиции. Наш герой Дархан на протяжении нескольких лет не мог найти работу. Давайте посмотрим, как это было. В поисках работы уже 3-4 года. И мне, как специалисту с образованием, предлагали самую низкооплачиваемую должность. Более того, предлагали, чтобы я отдал взятку. Меня всяческими путями провоцировали. А низкооплачиваемую это сколько для вас? Низкооплачиваемую это 40-50 тысяч. Решилась проблема, Дархан? Мы знаем, что вы тот самый счастливчик, которого работодатель сам нашел, сам пригласил. Вы знаете, тут очень такая интересная история произошла. После эфира программы ко мне позвонила редактор передач. Она спросила у меня, можно ли дать мои контакты человеку, который хотел бы мне предложить работу. Как оказалось потом, что человек после эфира программы позвонил в редакцию, хотел... Проще говоря, он решил взять на работу именно вас. Да. Вы пошли на собеседование. Да, и он признался мне, что во мне увидел молодого себя, ему понравились мои амбиции, мой напор во мне увидел и предложил мне должность помощника юриста. По специальности? Да. Мне на этой должности все устраивает. Зарплата вас устраивает? Я... Все хорошо, но я не 100% меня устраивает, конечно, заработная плата помощника юриста. Но есть перспектива расти дальше, да? Да, перспектива, и тем не менее оплату, я считаю, достойной. Айжан, как вы считаете, что все-таки привлекло работодателя в Дархане? Вот исключительно только то, что он увидел в нем себя или еще какие-то качества? Понравилось что? Нам всем понравилось в Дархане, в той передаче, что он честно пришел и честно сказал свои проблемы. Естественно, тут не каждый мужчина может прийти и сказать, у меня такая трудность. А он поступил как настоящий мужчина. То есть есть испытания жизненные, нет работы. Он пришел и честно сказал, тем он понравился своему работодателю и нам всем. Дархан, я хотел бы спросить, каким советом экспертов наших тогда все-таки ты прислушался? Что помогло тебе? Я прислушался к тому, чтобы они мне посоветовали найти подработку, и я ее нашел. Как раз таки так получилось, что в этом также мне помог мой руководитель, его знакомый требовался канцелярский работник. То есть вы изменили свое мнение насчет подработок? Да, ну естественно. Раньше вы категорически были против этого, считали это недостойным делом? Недостойным, ненормированным графиком получался. И я согласился на канцелярскую работу, заполнять бланки, проверять документацию. А сколько лет до этого вы не могли найти работу? Года 3-4 я не мог. То есть 3-4 года вообще без работы, да? Насколько я помню, тогда на проекте вы конфликтовали чуть ли не со всей семьей своей. Даже сестра приходила ваша в студию, рассказывала, почему от вас ушла супруга. Давайте посмотрим видео, раз вы стесняетесь об этом нам рассказать. Если человек хочет работать, то он будет работать. Тем более, что у Дархана, не знаю, сказал ли он вам, у него есть семья, у него есть малолетний ребенок. Дархан, вы женаты? Ну вот, давай, не будем личную жизнь мою, пожалуйста, на показ, не надо, я тебе говорю, не надо. Подождите, подождите, вы женаты? Это все влияет. Дархан женат? Нет, я развелся. А, вы в разводе? От него ушла жена, потому что он не работает. Но я ее поддерживаю полностью. Дархан, а сейчас как складываются ваши отношения? Семья не восстановилась? Я не тороплюсь, я вот с сестрой помирился. С сестрой уже помирились, так уже хорошо. С первой зарплаты я купил ей блендер, маме подарил я мультиварку. А ребенку своему что-нибудь? Ну, я там финансово помогал. Ничего, мы не торопимся, как бы, время лечит, я надеюсь. Не торопитесь сходиться? Да, потому что, ну, сейчас тяжеловато немного, атмосфера своя. Хотите этого? Естественно, хочу. А супруга ваша как настроена? Ее отношение к вам после того, как вы нашли на работу, поменялось в лучшую сторону? Естественно, поменялось, да, да. Это точно. Ваши какие-то взгляды на жизнь, они кардинально поменялись? Они поменялись. Признаюсь, что мои требования к работе были слегка завышены. Сейчас я хотел бы пожелать зрителям, чтобы они не сдавались, ищите работу, рассматривайте различные варианты. Иначе сказать, Дархан, для того, чтобы добиться каких-то высот, нужно все-таки начинать с малого. Главное не сидеть сложа руки, правда же? Конечно, с малого. Мира, вы тогда были на нашей программе в качестве психолога, и наверняка прекрасно помните, каким тогда пришел к нам Дархан. Я увидела, что Дархану удалось взять ответственность за себя, за свою жизнь в свои руки. Поэтому у него и поменялись взгляды на жизнь. Очень сильное желание, оно мотивирует, оно заставляет что-то вокруг вращаться и создавать благоприятные условия, и исполняются все желания. Жень, ты наверняка тоже хорошо помнишь этого героя. У тебя какое осталось послевкусие после этой программы? Чего бы ты хотел увидеть? Может быть, увидел, может, не увидел сегодня. Честно, я, может быть, немного грубо скажу. В тот момент мне хотелось сказать, что парень, возьмись за голову вообще. Тебе нужно немного добавить мозгов, потому что у тебя нет жизненного опыта. А сейчас человек, во-первых, посмотри, как он себя ведет в студии, он уже, по-моему, привык к камерам. По-моему, после юриста тебе нужно идти уже на журналистский факультет и двигаться в этом направлении. Тем более, по-моему, камера тебя любит. Да и он камеру любит. Что ж, Дархан, нам тоже хочется вам пожелать, чтобы все-таки ваша карьера на этом достигнутом уровне не останавливалась. Чтобы вы действительно достигли тех высот, о которых мечтаете. Чтобы вы хорошо зарабатывали. Чтобы вы непременно восстановили свою семью. И у вас все было в порядке не только в профессиональном плане, но и в личном. Спасибо. А сейчас короткая реклама. Не переключайтесь, в нашей студии появится гость, который после участия в ток-шоу стал настоящей знаменитостью. А в ближайшем будущем, возможно, изменит далеко не одну судьбу в Казахстане. Это программа «Выход» есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Поучаствовав в нашей программе, Владимир Бобров проснулся знаменитым. Узнав о его необычном бизнесе, вся страна захотела перенять этот опыт. Согласитесь, делать деньги из того, что другие считают мусором, причем деньги немалые, мечтает каждый. Сегодня у нас в студии Владимир Бобров. Давайте его поприветствуем. Здравствуйте, Владимир. После выхода этой программы в эфир к нам в редакцию был, обрушился просто шквал звонков. Как вы думаете, о чем все спрашивали? Ну, наверное, о нашем новом направлении, которое мы пытаемся постоянно показывать людям. Владимир, давайте сейчас посмотрим сюжет, чтобы зрители поняли, о чем тогда шла речь на программе. Давайте. Вот человек вырыл подвал, яму обыкновенную, перекрыл ее, будем говорить, бревнышками, повесил целлофанчик и поставил вот такие деревянные полочки. И он начал вот в таких блоках, значит, заражает их мицелием, семенами грибов. И вот у него, посмотрите, урожай. Это вешенки, да? Да, это вешенки, та самая, которая растет на шелухе. Я разбираюсь. И вот он снимает этот урожай. Из чего грудь состоит? Обыкновенная шелуха, солома, камыш, сафлор, отходы от семечек, отходы от кукурузы. То есть практически все, что является целлюлозой, все можно использовать. Вот так вот замечательный способ, который принес нашему герою немалый доход. Много людей стали обращаться к вам с тем, чтобы вы поделились вот этой технологией? Да, действительно, очень много. Во-первых, я честно скажу, сегодня люди мало знают о том, что можно в год собрать 4 урожая у себя в подвале, в сарае, или там на чердаке, или на балкончике. Вы, по-моему, даже по программе 2020, да, программе занятости, получили кредит, а также открыли свою школу грибников. Это правда? Да. Я когда выступил на телевидении, меня спросили, что вам нужно, чтобы вы могли не просто сами развиваться, но еще свой бизнес показать другим. Я сказал, что для этого нужно, во-первых, расширить свою школу, чтобы можно было людям рассказать, и сделать лабораторию, где можно было бы обеспечить семенами. И мне пошли навстречу, дали кредит, и, честно говоря, после вашей программы стало намного больше звонков. Мы знаем, что ваши идеи заинтересовались местные акимы и фермеры. Это правда? А акиматы все заинтересовались тем, что сегодня на селе вот это вот направление бизнеса можно использовать и занять всех людей, и даже престарелых, пенсионеров, молодых людей, которые хотят тоже заработать, тех людей с ограниченными возможностями, которые не могут устроиться где-то, ездить каждый день на работу. А они могли бы у себя дома спокойно этим заниматься. Жень, я помню, в той программе ты высказывал желание оставить телевидение и отправиться в школу грибников. Поменялось направление? Нет. Нет? То есть да. То есть да. Нет, естественно. Ты остаешься. На самом деле меня всегда тянуло сельское хозяйство. На самом деле, да. И я до сих пор еще так подумываю. Он любит больше не грибы, а животных. Вы готовы принять нашего Евгения? Всегда пожалуйста. Все, спасибо. Каждому найдется большая лапа. Так что чем ты будешь заниматься на пенсии, мы уже знаем. А сегодня в нашей студии человек, который также горит желанием присоединиться к вашему грибному делу. Давайте поприветствуем. Это Ахлбек, председатель одного из фермерских хозяйств в Акмолинской области. Расскажите, пожалуйста, откуда вы узнали о бизнесе Владимира? Ну, естественно, из вашей программы, программа «Выход есть». До этого о Владимире Сергеевиче я слышал, что он этим занимается, что выращивает грибы. И дело в том, что у нас все-таки хозяйство никак не могли выйти на человека, который занимается таким новшеством. Один прекрасный день смотрю телевизор, седьмой канал, и вижу Владимира Сергеевича. Я сразу связался с каналом. А вы готовы прямо сейчас приступить к выращиванию грибов? Ну, естественно. Только вот у нас в Акмолинской области, в аулах, многие хотят, чтобы Владимир Сергеевич приехал и рассказал о всех тонкостях грибного хозяйства. Дело в том, что и в интернете можно найти, но дело в том, что когда вот смотришь, и вопросов столько, как говорится, чем глубже в лес... Тем больше дров, да? Понятно. Спасибо. В нашей студии постоянный юрист программы Гульнар Айджанова. Гульнар Айджанова, у меня сразу возникает вопрос в ходе нашей дискуссии. Нашему предпринимателю, нашему находчивому предпринимателю, что вы посоветуете как юрист? Как обезопасить свой бизнес? В первую очередь надо сначала этот бизнес легализовать, платить, соответственно, налоги, как вот уже сказано было, да, что это все уплачивается. Я смотрю, на шабообещение сидит что-то записывает, может быть, вы какие-то уже расчеты делаете? Да, я хотела бы с вами поближе познакомиться, это самое главное, потому что общение, и я записываю свои вопросы после передачи задать вам. Пожалуйста. Вот они, наши предприимчивые, рачительные женщины. Мира, у меня просто вопрос к вам, как к психологу, скажите, вы видите вообще секрет успеха нашего грибника, главного страны? Еще в первые, вот когда мы первый раз познакомились с вами на передаче, вы с такой любовью, с таким интересом рассказывали о своем деле, с таким удовольствием говорили о результатах. Сама успешность, она заражает, есть такое понятие, как вот заразить успехом всех. Есть еще золотые слова, которые написаны и в Библии, и в Коране. Ищите, и вы найдете. Стучите, и вам откроют двери. Просите, и вам будет дано. Клара Искензировна, скажите, пожалуйста, вы как тоже деловая женщина, представитель лиги «Женщины Станы». Прекрасная же идея для любой домохозяйки. Ко мне обращались после вашего ток-шоу, кстати, трое женщин по телефону, и как найти, где найти работу, чтобы вот дома сидя можно было бы как-то это самое, или как вот реализовать себя. Вот, пожалуйста, реализация. Владимир Сергеевич хочет помочь как можно большему числу людей. Но такие гости в нашей студии редкость. В основном наши герои сами нуждаются в помощи. А помнишь, Майя, например, мам избитых школьников в нашей программе, да? Да, конечно, тот эфир забыть крайне сложно. То есть этот произвол прекратился после вмешательства именно наших экспертов. Взгляните. Висок ударил меня. Давай, вот бей. Вот, вот так вот он меня бил. Да, еще один был школьник у нас в студии, я помню, Мустафа, у которого были большие просто проблемы. Они приехали с мамой из Казаларды. Вот, там было ущемление со стороны учителей. Парни не хотели переводить в следующий класс. Кстати, хотела добавить, что сейчас о том школьнике. Тот школьник, которого показывал Арестан, о котором рассказывал, о его судьбе с ним сейчас все в порядке. Он учится в школе, учится хорошо, и никто его не обижает. Замечательные, я считаю, результаты. Сейчас давайте посмотрим видео касательно той истории, о которой рассказывал Женя. Мальчик Мустафа был тогда главным героем. Внимание на экран. Мы тебя уважаем, мы тебя поддерживаем, да. Мы все тебя поддерживаем. Вся страна. Мустафа тогда был жертвой хамства педагогов, правда, Женя? Да, с основным педагогом его ущемляли. У него была очень плохая успеваемость в школе, и учителя его просто затыкали в угол постоянно, не давали ему как бы проявить себя. По-моему, даже ребенок тогда хотел наложить на себя руки, да? Была попытка суицида, там все было очень ужасно на самом деле. Очень хорошо, кстати, что мама с сыном приезжали к нам, все-таки они пообщались с психологами и просто как-то эту проблему вынесли в люди. Вот, и сразу после съемок, насколько я знаю, Мустафу перевели в 10 класс. Тогда вся студия, весь зал поддержал Мустафу, безусловно. То есть у парня, я думаю, что у парня все получится. Давайте отдельно поблагодарим Гульнару Серговну за ее поддержку этим детям. На самом деле, эту помощь сложно переоценить. Спасибо вам огромное. Это мы еще не говорим о жилстрой Сбербанке, допустим, о той ситуации, что тогда творилось. Вспомните, что тогда творилось в студии. Давайте посмотрим еще раз. Давайте, внимание на экран. Нашельмевший тогда, на самом деле, был эфир. Мы тогда поднимали вопросы, из-за которых сменилось руководство жилстрой Сбербанка. И это за полгода до вот этого громкого разбирательства. Понимаете, что произошло? Да, то есть ток-шоу предугадало развитие события, возможно, повлияло на него. Мы говорили, требовали о том, чтобы распределение квартир по программе жилстрой Сбербанка было справедливым и правильным. И буквально через некоторое время начались разбирательства, и как раз-таки было выявлено то, что распределение квартир в жилстрой Сбербанке было незаконным. Мы, на самом деле, надеемся, что в этом решении есть наша маленькая заслуга. Давайте поаплодируем друг другу. Это вообще здорово. Здорово, когда телеканал, когда журналисты не только развлекают зрителей, но и решают конкретные проблемы. История маленького Рейнбека Мейрамова настолько запала в наши сердца, что редакция ток-шоу поставила решение его проблемы первоочередной задачей. Из-за врачебной ошибки ребенок стал инвалидом, но родители Рейнбека смогли добиться справедливости. Помощь ребенку пришла из-за рубежа. С врачом, который совершенно бесплатно провел мальчику операцию, семья Мейрамовых познакомилась на этой съемочной площадке. Нам удалось связаться с московским хирургом Игорем Киргизовым прямо во время его работы. Тогда он пообещал, что сможет успешно сделать операцию. Внимание на экран. Операция похожа на все этапы, которые в дальнейшем могут быть сделаны больному Мейраму. По большому счету дети потом практически становятся полноценными членами общества. И многие даже не знают и не будут догадываться о том, что больной ребенок перенес в детстве такую тяжелую операцию. Врач тогда сдержал свое обещание и действительно помог ребенку. К сожалению, сейчас этот малыш не смог присутствовать на программе, но тем не менее операция проведена. И это большое и нужное дело. За два сезона в ток-шоу звучали десятки историй о детских судьбах. Вообще сложно оставаться в стороне, когда речь идет о детях. А когда мы говорим о десяти братьях и сестрах, мать которых получает мизерное пособие, невозможно оставаться равнодушными и не возмущаться. Рассказ многодетной матери, вынужденной работать на четырех работах, чтобы прокормить своих детей, стал для всех призывом к действию. Смотрим на экран. Алтынгут, скажите, сколько у вас детей? У меня десятеро детей. Сколько? Десять. Можно я пожму вам руку? Спасибо. Потому что вы десять детей. Вы настоящая героиня, потому что в наше время и на второго-то никто не может решиться, а у вас десять. Скажите, каков доход у вашей семьи? Вот как за два медали я получаю 11 тысяч. Вы как мать-героиня получаете на руки всего 11 тысяч в семье? Да, это вот за серебряный и за золотой медаль. Скажите, а жилье у вас свое или вы его снимаете? Нет, я снимаю. Какова цена жилья? За жилье я плачу в месяц 45 тысяч. Мне просто помогают, люди помогают. У меня тетка там. После нашей программы судьба этой женщины тоже изменилась. Во-первых, ей повысили пособие с 11 тысяч до 50-60 тысяч, то есть практически в пять раз. Это, конечно, тоже невеликие деньги, но все-таки для человека, который не зарабатывал практически ничего, это ощутимая помощь. Хочется надеяться, что в будущем году Алтынгуль обязательно получит собственное жилье. Но у нас реклама, не переключайтесь. Это ток-шоу «Выход» есть на седьмом канале. Иногда для того, чтобы помочь человеку, не нужны материальные затраты или вмешательство властей. Порой достаточно просто помочь ему поменять отношения к себе, плюс советы наставника, как в случае нашего следующего гостя. В начале апреля к нам в студию пришел Алексей и поделился своей проблемой. Он рассказал о том, как лишний вес мешает ему жить. Давайте посмотрим на экран. История нашего героя вызывает у многих сочувствие. Парень страдает от избыточного веса. При этом он даже не знает, сколько весит, потому что давно уже потерял интерес к себе и к жизни. Алексей Махнёв у нас в студии. Здравствуйте, Алексей. А когда вы начали полнеть? Лет, наверное, где-то с 13-14, наверное. А как вы думаете, с чем это связано? Поскольку по врачам ходил, в основном говорят эндокринные изменения в таком вот плане, гормоны. А вот вы пробовали походить, диеты какие-то пробовали? Пробовал, ну... Иногда, конечно, получалось сбросить вес, но... Ну сколько, например? Ну килограмм 10, наверное, 15. А потом обратно возвращается? Вот так выглядел Алексей тогда. Сейчас вы готовы его увидеть? Итак, встречаем нового Алексея. Здравствуйте, Алексей, присаживайтесь. Ну просто кардинальные перемены. Еще, чтобы лучше понять эту разницу, давайте посмотрим на фото Алексея тогда и сейчас. Смотрите. Сколько вы тогда весили? 185. О, под 200. Сейчас сколько? 103. 82 килограмма. Минус 82 килограмма. Это достойно аплодисментов. Алексей, ну, наверняка было сложно. Поначалу казалось, что это все сложно, тяжело. Оказывается, не так страшно и не так тяжело на самом деле, как кажется. Ну сейчас, я думаю, все зрители у экранов достали блокнотики и готовы записывать. Признавайтесь, как вам это удалось? Ну, как-то так получилось, что пригласили сюда на программу. И благодаря программе «Выход есть» я познакомился с диетологом очень хорошим, Аудрисом. И как бы он мне помог. Аудрис Йозанас, врач-психотерапевт и диетолог, сегодня тоже в нашей студии и готов присоединиться к беседе. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы видим просто потрясающий результат вашего метода. Расскажите о нем. Знаете, я сам бывший толстяк. На прошлой программе тоже показывали мои фотографии. Сколько вы весили? 140 килограмм. Я никогда не занимался диетологией, не думал, что это станет моей основной деятельностью. Я объездил полмира, потратил несколько лет жизни, искал методику быстрого снижения веса, хотел сам себе помочь. И как оказалось, в диетологии создано много мифов, много глупостей, много красивых сказок. То есть еще раз, ваша методика заключается в том, чтобы есть часто, но мало? Да, не часто. На три раза в день. У Алексея нормальное питание, трехразовое питание. В принципе, можно все, достаточно регулировать объем еды. И плюс я категорично запрещаю своим пациентам считать калории. То есть по счету калорий, я считаю, это уже не то, что методика позапрошлого века, это всемирный обман. Аудрюс, ну сколько, сколько тогда? Вы знаете, у меня моя прабабушка прожила 104 года. Так вот, она мне всегда говорила, Майя, кушай вот столько. Столько, сколько помещается тебе в ладонь. Такого размера твой желудок. Правда? В принципе, да, но смотрите, о чем мы говорим. Вам не надо сидеть ни на ногах, какой дети, и не надо сбрасывать вес, вы прекрасно выглядите, да. Там совсем другие принципы питания. Когда надо сбросить вес, я скажу мифы в детологии, да. Так. Развенчайте-ка. Чтобы похудеть, надо кушать много овощей и фруктов. Алексей кушает мясо, рыбу и прекрасно при этом себя чувствует. Нельзя хлеб кушать. Это бред абсолютный. То есть не зря во всем мире, многих народах говорят, что хлеб всему голова. У хлеба есть много полезных веществ, витамины группы В. И у хлеба есть одно преимущество перед другими продуктами. Есть такой коэффициент сытости. Аудрюс, скажите, пожалуйста, Алексей, насколько был он дисциплинированным вашим пациентом? Он очень дисциплинированный. Ну, видимо, если так говорить сам за себя, безусловно. Да, потому что он молодой парень. То есть, конечно, он еще не почувствовал этих проблем со здоровьем. Ну, понятно, надо создавать семью. Надеюсь, когда-нибудь Алексей пригласит на свою свадьбу. Алексей, ну пройдите к нам еще вот сюда поближе. Давайте мы на вас посмотрим. Кстати, мы идем на 100 килограмм. Он похудел 82. То есть это еще не предел? Это еще не предел. То есть сбросим 18 килограмм для ровной цифры. И он сбросит ровно 100 килограмм. Сколько должен весить Алексей для того, чтобы его вес был идеальным? Мы с Алексеем договорились, что мы идем до 90, по-моему, да? Да. Но сейчас решили гулять-то гулять. Для ровного счета. Чуть-чуть, чуть-чуть. А за сколько времени он потерял вот этот вес? Восемь месяцев. Восемь месяцев? Боже мой. Кстати, извиняюсь. Для такой массы на самом деле нет. Месяц, да, почти 10 килограмм. У меня вопрос. Вы работаете дистанционно? Бывает по-всякому. Я много летаю, живу в самолетах в разных странах. Ко мне прилетают. То есть все это возможно. Вот эти дозы вы разрабатывали, Алексею, или есть какая-то общая? Чтобы нормально похудеть и не вернуть вес обратно, все-таки нужен специалист. Кстати, еще один нюанс. В мире есть посчитано, что только 2% людей, которые сбрасывали вес, это не у меня вообще в мире, не возвращают вес обратно. Только 2%. Поэтому Алексей сейчас похудеет на 100 килограмм полгода. Он будет еще у меня под наблюдением, чтобы вес не вернулся. Если просто похудеть и не знать, что с этим дальше делать, это бесполезная трата времени. Вес обязательно вернется. Обязательно вернется. Это так называемый эффект йо-йо или эффект бумеранга. А у меня есть вопрос к Евгению, тренеру личностного роста. Евгений, скажите, такой результат, как у Алексея, это ведь не только заслуга, я думаю, методики похудения. Это, наверное, какая-то еще заслуга самого Алексея как личности. Здесь я бы два фактора различил. Первый фактор – это, конечно, вера. Вера в то, что это действительно будет. И эта вера, знаете, как эффект плацебо, да? А второе, я вот слушал-слушал, пытался понять, в чем же все-таки суть диеты. И просто вспомнил армию. Хороший режим, хорошее питание, постоянная нагрузка физическая. Человек становится таким. Ну, насколько я понял, в вашей диете отсутствует физическая нагрузка? Я своим пациентам запрещаю во время снижения веса категорично заниматься спортом. Почему? Когда я так говорю, все думают, что я сумасшедший. Спорт помогает сбросить граммы. Аппетит увеличивается на килограммы. Я не знаю ни одного человека, который интенсивно занимаясь спортом, сбросил 20, 30, 50 и более 80 килограмм. Я не противник спорта. А вот Алексей, когда дойдет до конца, я сам его буду загонять в тренажерный зал. Он уже сегодня меня спрашивал. Уже сейчас мы договорились, что он легко будет плавать в бассейне. Думаю, достижение Алексея заслуживает дополнительных аплодисментов. Спасибо вам. Я думаю, вы всех сейчас стимулировали и вдохновили на похудение. Спасибо, Алексей. Проходите, пожалуйста. Самая романтическая развязка конфликта в нашей студии произошла с героями выпуска, посвященного культуре общения. А началось все... С чего бы вы думали? С конфликтом. С мусора? Ну да. То, что касается мусора и... Соседи на протяжении нескольких лет, а конкретно пяти, не могли найти общий язык друг с другом из-за постоянного взаимного недовольства. Давайте вспомним, как это было. Я когда переехала, почти сразу же начались проблемы с соседями Ебраевыми. Вот этот постоянный мусор, который там вот был, который тянется вплоть до моей двери. Здравствуйте. Вот это мой сосед, его зовут Рашид. Что за камера? Убери камеру. Давайте мусор ставим, чтобы утром просто вынести его. Утром. Не забыть. Утро у вас каждые два-три дня, извините меня. Вы выставляете пакет с мусором за дверь? За дверь, да. А почему не на балкон, например? Не забудьте его вынести. Ничего страшного, что у нас здесь нет, что она там стоит. Он постоянно курит. Если, допустим, приходят его друзья, и когда у них посиделки. Мало того, что он когда сам курит, табачный дым задувает ко мне в квартиру. Герой этого выпуска здесь в студии. Давайте их поприветствуем. Жулдус и Рашид. У меня вопрос сейчас. Вы определились, куда можно мусор ставить, а куда его ставить нельзя? Да, конечно, мы определились с этим. Расскажите, Жулдус, что происходило после нашей программы? Примерно около недели после съемок я старалась избегать своих соседей Ебраевых, чтобы снова, знаете, не поругаться с ними. Но однажды по двери я нашла коробку конфет Рафаэла. Я вообще так удивилась. Это ваши конфетки были? Ну да, конечно. Я так поняла, что мама Рашида, Динаба, была права по поводу чувства его сына ко мне. Я решила, что он, наверное, таким образом решил извиниться. А давайте сейчас напомним, что тогда говорила мама Рашида. Жулдус, уже сколько лет? Да, года, наверное, два. Ты неужели не видишь, что мой сын неравнодушен к тебе? Не понял, извините. Он неравнодушен. Чувствующий разговор. Да ладно, уже успокойся. Знаете, я уже устала от этого. У меня уже... Ну, Рашид, мы разве что пришли по этой теме разговаривать? То есть Рашид проявляет свои высокие чувства таким образом? Не знаю, я уже устала. Все, все, все. То есть еще тогда мама Рашида заподозрила, что все его вот эти вот выходки, ничто иное, как привлечение внимания. А вы по-прежнему курите на лестничной площадке? Нет, вот знаете, ну я не знаю, вот люди поверят, не поверят, на данный момент я вообще сейчас не курю. Поаплодируем, что же? Да. Это заслуга Жилдыз? Это заслуга, как вам сказать, это заслуга общая, можно сказать, и, конечно, здесь и Жилдыз, и мама, и вот то, что в программе тогда было. Когда вот я вышел с программы, тогда я вообще где-то неделю или дней 10 я был, ну, злой вообще, и с мамой не разговаривал. Жилдыз я вообще видеться не мог, мне было стыдно, просто-напросто я ждал, ну, как бы, усмешки, ну, в таком роде, потому что я сам себе даже не мог признаться в этом. Я вот этого боялся. Конечно, я заметила, как он переменился, особенно, знаете, было приятно заметить, что отсутствие запаха табачного дыма, который раньше задавал ко мне в партию. Хватит ходить вокруг да около, давайте мы спросим вас прямо и будем ждать такой же прямой ответ. Вы сейчас вместе? Да. Спасибо. Майя? Да. Майя, тут знаешь, что история, тут такая история, что если бы даже Рашид курить не бросил, Жилдыз бы сейчас сказала, этот тонкий запах табака с одеколоном, это... Он так приятен! Это такой вкус, такая осталась. Ваши отношения когда начали меняться? Сразу после выхода в эфир этой программы? Нет, вы знаете, я когда узнала, что нравлюсь Рашиду, я, конечно, не поверила. Но вы начали смотреть на него наверняка как-то иначе, да? Ну да, мы стали как-то приветливее. Но вы знаете, однажды у нас во всем доме погас свет. Так. И у меня даже свечей дома не было. И я позвонила подруге для начала, хотела пригласить ее погулять. Но на улице была такая плохая погода, она не захотела выходить. Я так и осталась дома, наверное, ковыряясь сотки, пока один апа, не пришла постучав. Она хотела узнать, не отключили ли у меня тоже свет. И я сказала, что я даже не знаю, как я буду сидеть в темноте, потому что у меня даже свечей нет. Она сказала, что сейчас занесет. Но она отправила ко мне Рашиду. С свечами, пирогом и чаем. Вы не знаете, такой чайник, который постоянно поддерживает горячую температуру воды. Я поначалу растерялась, но в итоге разрешила Рашиду пройти. Может, это Рашид потушил свет, а? Сделала. Кстати, да. Рашид, признайтесь. Нет, мне кажется, это судьба потушила свечи. Это была диверсия Рашид для того, чтобы принести свечи и устроить романтический ужин, наверное. Хороший способ. От любви до ненависти, как известно, один шаг, так же и обратно. Поэтому я думаю, что здесь действительно симпатия, любовь. И любовь та, которую они оба ждали и шли к ней, наверное. Спасибо. У меня вопрос Ерлану Кокееву. Ерлан, скажите, ну когда мальчишки дергают в школе девочек за косички, это все понятно. Но почему такое происходит у взрослых людей? Какой у него был выбор, да, к примеру, скажем? Если бы он изначально сразу бы там клал бы конфеты и цветы, то есть... Ну почему сразу все не началось с коробки конфет под дверью? Ну, видимо, у него был такой подход, и мы его не осуждаем. И почему бы не иметь права жизни именно вот таким формам проявления? Это тоже хорошо. Главное себя каким-то образом засветить, главное показаться. Вызвать какую-то эмоцию хотя бы, да? А как и вы говорите еще из квартиры по-другому? Только запахом. Вообще, вообще, вообще считаю, что Рашид настоящий мужчина, настоящий кавалер ордена мужского знамени. Подождите, Желудыц, вы еще не знаете, вы еще пожените, там еще покруче будет вообще. Мне очень понравилась вот последняя пара. Она близка к моей теме, потому что я представляю врачное агентство. Благодаря этой передаче ко мне тоже приходят клиенты, и я очень благодарна этой передаче. Вот у меня со мной пришла клиентка, которая тоже ко мне через передачу пришла. Хорошаш ее зовут, я познакомилась с человеком молодым, с которым они сейчас вместе. Она расскажет сама свою историю. Ваша история тоже случилась благодаря нашей программе? Я, как говорится, перезарядилась тогда у вас, посмотрела жизненные ситуации, и сегодня мне тоже понравилось. Что за тема была? Тема была «Безграничная любовь». И когда пришла к вам на передачу, после вашей передачи у меня обратно, как говорится, жизнь заново началась. Меня познакомили с молодым человеком, я с ним встречаюсь, как говорится. А вот вы сказали, вы смотрели программу «Безграничная любовь». Ваш избранник, ваш ровесник? Нет, он младше меня на 9 лет. На много? На 9 лет. На 9 лет. Что ж, выслушав эту замечательную историю, хочется действительно пожелать всем женщинам оставаться сильными, оставаться стойкими и обязательно обрести свое счастье. Мальчики, может быть вы встанете и хотя бы в стоя попрощаетесь со зрителями? С удовольствием, с удовольствием. Пойдемте ко мне на площадку. Кто по краям, говорят, тому по золотым коням. Что ж, приближается Новый год, а вместе с ним новый сезон? Новый сезон. Я надеюсь, что в новом сезоне у нас все будет хорошо, и наш канал, и наша программа совершит еще больше таких положительных и очень хороших дел, которые мы сделали за этот год. Я очень горжусь, что работаем здесь. Приближается Новый год, а вместе с ним новые невероятные истории и новые чудеса. Верьте в них и будьте открыты чуду, и оно обязательно произойдет. Все в ваших руках, ничего не бойтесь и найдете выход из любой ситуации. Уж поверьте нам и нашим героям. А это ток-шоу «Выход» есть. До встречи в новом году. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин